ну чего мы едем чего мы стоим мы не едем еще пока что ну а куда мы едем стоим чтобы ехать куда мы едем мы едем в далекие края и соседи хорошие друзья 6 утра у нас вылет на еще нам там не видно еще 12 нету короче на добраться будет и сидеть в аэропорту поспать бы как-то надо будет обосноваться на этих сидушка наши чемоданы что ж наш медовый месяц остальное потом в аэропорту ночной перекус благодаря роме наш добытчик добытчик так выпьем же за рому до рейса у нас еще остается это так поэтому мы сейчас перекусим и будем сидеть в дальнейшем ожидании выяснить кто из нас дурак тоже вариант мы в самолете нам осталось лететь в час там солнышко но не факт что когда мы приедем облаков не будет все таки мы летим на высоте свыше 10 тысяч метров мы надеемся на лучшие наши спутники рома и баба сидят до леса вона в гости а мы как-то оказались перейти в первом классе мы приехали на родос сейчас мы уже с катей получили сумки еще ждем на папу он еще стоит где-то вот в той очереди потом нас где-то там наверное ожидает автобус или что-то микроавтобус не знаю что это будет в общем нас должны доставить наш завтрак пролетел завтрак ну да сегодня без завтрака ладно а сегодня на нас может и не рассчитан был потому что мы здесь заселяемся только только заселяемся можно на завтрак не рассчитан был что ты думаешь по этому поводу играет спит и играет в игры видимо приехала спать на родос а тебе завидно в общем идем пошли мы в центр города идем гуляем ой прости пожалуйста вот наверно старый город вот наша банда какой-то видимо тоже отель они это ресторан и и первое впечатление конечно еще не понятно вообще где где мы посмотрим что будет дальше на самом деле номера прийти поспать самое то может быть что-то больше можно прочитать давайте посмотрим ага 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 греческие блюда да 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 рыба мяч у вас есть пита а в хлебе но только без картошки все вместе сладные 15 процента скрипки ага тоже ага ага хирус свинина шашлык аниму калмар ага гриба мяч у нас ясно но мы тут рядом живем и может быть еще зайдем а пока то только только приехали идем дальше гуляем да катюш мы наверно воздержимся от похода именно в этот ресторан идем дальше гуляем да катюш а в общем мы пришли тут какое-то заведение вот она вот как-то выглядит название а вот так а тут попробуем что-то вот видите что-то типа шоурумы и вайфай а и к камеру стал попробовать альфа тут есть доступный идем по улочкам очень узкие пешеходных переходов нет вообще но пройдите ездит пока никого не сбили не задавили мы никому машину не а сэнки и и и и и и и и и нам отвергли его привезки принести при нас открывать не где-то разливают это уже здорово пароль по моему должен быть на че Так, а чека у нас пока еще и нету, чтобы парольные от Wi-Fi были. Так, о, вырезаем. В общем, будем пробовать. Девочка уходит. С Ирайаном. Так же будешь гадить гармошкой? Наше путешествие совместное. Первые впечатления от сегодняшней поездки. Я здесь была, у меня все замечательно. Я здесь тоже был. У тебя тоже все замечательно? Пока что нет. Пока что нет, понятно. Юра? Стой, стой. Кака? Не нравится? Нет. Крым лучше. Крым лучше. Крым наш. Вот так, Крым наш, патриотизм. А мне пока... Я еще не понял. Но это интересно, я в такой культуре еще не был. Это интересно. Нет. Гостиница для таких звезд могла бы быть и побольше, блин. Номера. Но мы еще зайдем, посмотрим, что у них за номера, и наш надо еще показать. Обязательно. А мы же показали свое. На видео нет. Вы знаете, нужно довольствовать с тем, что есть. На самом деле, тут же нам только переночевать и остальных гулять и на море быть. Поспать так что? Я думаю, и так сойдет. Поспать и на улице можно. Я думаю, под Питером там такие же номера, только здесь чуть-чуть качество ремонта лучше. Ты знаешь, при вере отнеслевать, ты выбрался наружу, ты больше не в Финляндии, не в России. Наслаждайся всем, чем ездить. Вижу, за такой номер, блин, такие деньги платить могли бы подешевле. Ты не только за номер платишь, ты за перелет тоже платишь. 50-50. Перелет, кстати, намного дороже, чем номер. Завтракай, не забывай, ты завтракаешь тоже. Сегодня мы не завтракали. Успеем. Мы опоздали. В общем, мы пойдем дальше и будем делиться впечатлениями попозже. А сейчас мы скоро будем кушать еда. Это наша еда. Геро. Шаурма с картошкой фри. На самом деле, их подают вот таких две на тарелку в порции. Вот мы с Катей на двоих едим. Мне, допустим, вот эта штука хватит. Она здоровая, она весит килограмм. Ну, килограмм точно даже может полтора. В общем, мне точно хватит. Я наемся на двоих, вот прям самая ту. А я буду объедаться. Объедайся, наслаждайся. Да не, вон тот кусочек, можно? Сформертируйте, самый простой. О, полиция. А кто еще на русском? Говорят, там находится старый город, рынок, что-то подобное. А, старый город там. Говорят, вид оттуда, с того парка. Ну, не знаю, как идем, гуляем, смотрим все. Возьмите, где будет Сагазин, где можно? Вот там, да. Видите, какой-то рынок, вход к нему. Ну, мы гуляем. Мы наслаждаемся. У нас сегодня отличный день. Ну, небе, не облачко. Моя вот там на фоне. Моя компания. И моя нынешняя жена. Где моя жена? Ну-ка. Тут я твоя. Да, тут. Можешь туда посмотреть черепашку? Черепашку? Какую черепашку? У меня пропала. Пропала черепашка. Вон, знаки эти. Всяких, как их, масонов. Что тут масоны? Всем правят масоны. Ой, а там вообще какая-то крепость. Вон, сейчас. Это старый город. Старый. А, это и есть старый город. Вот там. Видно, крепость. Специи. Что тут только нету на самом деле, да. Ну, все такое маленькое. Больше трех этажей. Практически зданий нету нигде. Кубочки очень маленькие. Пока что встретили только всего лишь один светофор. Один. Хотя мы прошли уже основную часть вот этого города Родоса. Который является, по сути, главным здесь. Ну, видимо, специфичное такое место. Это на себе замкнутое. Везде сувенирное. Все рассчитано. Кое-где даже на русском языке. Везде предлагают снять мопед или машину. Не знаю, по-моему, может даже излишних. Хотя, ну, посмотрим. Кажется, поедет. У нас только первый день. Мы только приехали. Мы даже здесь спали. Не знаю, что мы только что перекусили. Герасон. К местным. Тут очень тепло. Тут реально лето. Настоящее лето. Гуляем. Смотрим. Идем к морю. Идем к старой городу. Идем у нас там на фоне моря. Там маяк, какая-то крепость. Яхты стоят. В общем, надо как-то это все. Показать вот все это вот. Вот там вот. Ну, тут плохо видно на самом деле. Куда бедно. В общем, здесь какая-то крепость. Здесь, вон, бахни даже какие-то есть. В общем, у него... Ой. О, второй светофор. Мы нашли второй светофор. Потрясающе. Мои идут там. Я иду здесь. И красный. Надо добивать успеть. Какой-то ларек. Продают сигареты, чипсы. Открытки. Да. Именно что открытки. Там опять-таки второй город. Крепость. Дали. Плохо видно. Из-за тени. Но оно там и есть. Прошу поверить. Мы идем вдоль берега. Не знаю куда, но мы идем. Да, тут я таксофон, кстати, говорил. Крома у нас. Дурачится. Гуляем. Ну вот. Теперь мы на море. На настоящем море. Вот. Настоящее средиземное море. С кораблями. Крепостью. Старого города. Говорят, он тут даже экстремально покупается. Не знаю, будем там попаться. Может, что-то горит. А, слушайте, народ плавает. Вот там где-то вот, во-во-во. Вот там плавает народ. С ума сойти. Интересное место. Интересные камни, интересное море. На самом деле, все хочется потрогать. Ну, можем обосноваться где-то на камнях. Я могу... Можем обосноваться. Позагорать. У тебя плавкие дети? Нет, но я могу их одеть. В воде. Чё в воде? Там можно спуститься и там... А мы что, не нудисты? Нет, знаешь, в Греции есть где-то пляж. Именно для гомосеков. Гомосеков? Я не гомосек. Я не гомосек. Не надо. Ну, между прочим, у нас жена. Я, да, я жена. Я знаю, что ты жена. В общем, не на мужике. У меня не мужик. Вот, вот, девушка. Смотрите. Это моя жена. Да, да. Нет, там было написано именно для гомосеков. Понятно. Куда-то я идем. Я не знаю, куда. Хомосексуалист. Я не знаю, куда мы идем. Мы идем спускаться. Куда мы идем спускаться? А если правильно, значит, это для всех. Идем на камни. Не знаю, что это кончится, но пойдем. А что? Чем тебе не нравится? Ну, пока. Ход в родос. Главный ход в родос, Катя говорит. Это старый город. Мы идем гулять. Туда мы купались в море. Мы все соленые. Да. Но мы не потные. Мы именно из моря. Много чего-то какого продается. Мороженое. Несительно какой-то старый город. А тут, я так понимаю, карта старого города. Такое хортовое сооружение. Попробуй. Аж в пристань его. И мы вот тут. Шоколад. Катюш, подожди. Получается, вот здесь что ли, колосс стоял? Нет. Или он там стоял? Дальше. Или это просто пристань какая-то? Это просто пристань. Он в другом месте стоял. В другом месте. Так, значит. Колосса мы увидим в другом месте место, где стоял. Ну, смотри. Да, само, к сожалению, колосса родоского мы не увидим. По времени того, что это одной из семей чудес света было уничтожено временем. Подробнее, я думаю, об этом величинном сооружении можно найти на Википедии. А здесь у нас Сакрополь с колоннами. Да, слушайте, колонны. Греческие колонны. С ума сойти. Вот этим камням просто хочется подойти, вот прикоснуться, что вот здесь вот. Вот она. История, да. Вот ты берешь это. Боже мой. Там остатки, как какой-то нарезки. Какой-то древний скульптор это сделал. Кто-то подготовился. Питьевой источник старого города. Не знаю, как он был в полу и времена. Как он вообще сохранился чудом. Или не чудом, уже реставрацией какой-то. Но тут до сих пор действительно течет вода. Она тепленькая такая. Фух. Можно немножко остудиться ей. Ну, среди стен действительно старого города. Очень интересные фундаментальные сооружения. И интересные из камня. Такая мостовая или даже не знаю. Потому что там уже что-то более ровно выложено для проезда машин. Хотя там дальше шаг опять прям, он где-то не может. Действительно, ощущения старого города в полной мере здесь передаются. Даже в этих арках. Там вообще какой-то... Идешь и ощущаешь, что я попал в сказку про Аладдина. Вот город Аграбах. Вот примерно все так. Наверное, мультики у нас и выгляделы. Русский справочный город. Надо даже вам. Старый город. Это действительно Аграбах настоящий. Только без замка Солдана. Не мог пройти мимо. Там такие улочки. Получаются. Тоже много народов. И улицы действительно... По сравнению с современным родом улицы именно довольно-таки широкие. Ну и, конечно, отсутствие автомобилей. И тут благосклонно сказывается на общее как-то восприятие исторического центра города. Я даже не знаю, как это все описать. В таких местах я действительно еще не был. Потому что в Праге все здесь на пробитной истории. Да, там истории такой отечностью. А здесь античностью и средними веками. Как в другой именно европейской, какой-то южной атмосферой. На греческом продают еще больше этому. Этой атмосфере эффект там. Ну и, естественно, даже без лавочек. Сувенирами. И я полагаю, с приличными ценами. Но, чтобы на скутерах катаются. Видимо, можно. Загуляем по-прежнему, по-старому городу. Очень много кафешек на чего попадаться. Везде предлагают исконно греческую кухню. Типа того, что мы кушали. И многого другого. Есть много там с моллюсками и идеями. Я когда-нибудь, я думаю, я обязательно хотя бы один раз попробую что-нибудь из нас с моллюсками. Я же люблю эту штуку. Все противно, мне нравится. Очень много других. И алкогольных, и сумок продают, и шмотки. Хватает всего. На самом деле, да, интересный город. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп. Ездит прямо там, где люди ходят с мопедой. Надо быть аккуратным. Тот же дядька обслуживает. Тот же дядька обслуживает. Я не знаю, какой, кого он обслуживал. Наверное, Катя куда-то обслуживал, но я его не знаю. Гуляем. Идем сейчас в отель. Очень жарко. Действительно, очень жарко. Не знаю. Надо немножко эту жру переждать, и потом уже выбираться. Сейчас 4 часа, но до сих пор очень жарко. Ну, пока что все. Наверное. А вот здесь, я не знаю, кто это жужжит, но это прям... Что такие вот... Жужжание? Это вот... А, вот они. Где? О! Ни хрена себе, они гигантские. Ну, только посмотрите на это. Я не знаю, что это, но это жутко огромная штуковина. И они повсюду и жужжат жжжутко. Учье, да. А мы вообще в какой-то крепости сейчас находимся. И мы просто окружны. Ведь в жужжане вон там пушки какие-то. В общем, да. Еще это жужжит. Жужжит и жужжит. И немножко жутко, на самом деле. Понимать, что тут вот такие вот здоровые. То ли муфи, то ли... Я даже не знаю, чем они питаются. Они не человеческая липопия, с плотью. Говорили мне, что на юге много всяких гадов выводится, насекомых. Не, как бы я подозревал, что так оно и есть. Но, когда я только что видел эту штуку, я здесь, как-то не по себе, но... Единственное, меня спасает что-то за жара, а у меня даже небольшое помутнение растут сейчас. Мне некогда соображать, что это плохо, и мне это немножко расслабляет. О, а тут вот такие ворота. Да. Вот такие ворота. И мы идем туда. Ну, естественно, я не мог это не показать. Там какие-то раскопки ведутся. Вот такие крепости тут. Кто бы мог подумать, что в Греции на маленьком, действительно маленьком, по сути, самолета видел острова Родов, острове Родов, находятся такие фортовые сооружения. И мы, кстати, уже долго идем, довольно-таки здесь. Конечно, видео выключаю, потому что постоянно идти все показывать, видите, все полочки вставленные торгашами и всякими сувенирами. Пойдите вам. Не остановиться у каждого. Ух ты. Красиво. Так. Вот так вот мы останавливаемся порой. Ну, невозможно пройти, не посмотрев на это все. Здорово. По меньшей мере, здорово. Ох, как красиво. Для свечек такие штуки. Красиво. Ну, сегодня мы, короче, нагулялись, навлавались, накупались, вымотались немножко на сумасшедших волнах вот там на море. Сейчас у нас вечерний променад. Мы оставим нашей банды. Так, и вот он, аквапарк? Вот это аквапарк. Вот это аквапарк, а что там мастерка? А там внизу, видите? Вот, и сейчас нас с Катериной идет показать место, где, когда состоял одно из семи чудес света, именно Колостродоский. Смекровождение? Смекровождение. Смекровождение. Да, пирамиды, смекровождение и так далее. Ну, в частности, Колостродоский был. Ну, из тех, кто-то странно, просто, но он ровнулся ввиду своей неустойчивой конструкции, да. Он был слишком большой. Он был слишком большой, и сиял, как маяк, наоборот в городскую. Тут, ну, тут, в какой-то побережье, какая зона как раз курортная, отели, 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 отели. Тут, кругом отели. И туристы. И туристы. Какие-то непонятные, вот, видимо, в форме колосса там стоят скульптуры. Я не знаю, колосс, не колосс, глаз какой-то с ногами. Или глаза. Иллюминаты следят за нами. У-у! Вообще, приятный, теплый вечер с таким бризом, с морем. Перехожди на осень. Здорово. Мы подошли к месту. Подходим дальше. О-о-о! Какие-то знаки. Он садут, ну, 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 что ж, пускай попчается, поэтому мы продолжаем. Привет! Привет! Виктор! Загра Фриди. Привет! Загра Фриди из Пакистана. До свидания! Не успели мы приехать, а Катя уже каких-то старых знакомых находит прямо на роде. Это прям что-то с чем-то. Говорю, не успели приехать, а у тебя уже знакомые тут находят пока мы прогулали. В прошлом году встречались. Встречались прямо? Ну, ну, как бы, виделась, познакомилась с Нолей, музыканта. Вот это его друг. А он здесь живет? Да, здесь живет, он пришел в Испакистан, приехал, три дня назад, и я раздала. Молодец. Ага. Приехал. Пошли, входят, понятно. Понятно. Так, мы тут обходим, обходим, обходим. Подходим место, где стоял колос Родовский. Тут, там поставлены сейчас какие-то странные колонны с оленями на месте его ног. Но вот сейчас я постараюсь в следующем виде в записи поближе подойдем заснять уже. Ой, а там ваяк даже сжался. Он работает. Ну, сейчас подойдем и устроим показ более питания. Вот там, где вот эти колонны стоят олени, маячок и вот тут стояли ноги. То есть, если две ноги стояли, то есть, получается, у него тут нога, тут нога, то есть, он был просто гигантский. С ума сойти. А вот напротив тут... А, да, ну там залив, сюда входили как раз корабли между этих ног колоссом. Но, к сожалению, до наших дней это сооружение величественно не достигло. Мы только знаем о нем уже из-за упоминаний летописи тех лет. Вот так. Машин тут море. Рот против. Машин море и море есть. Вот место одной ноги, а там другой. Конечно, смотрите. Там вот как раз крепость разрушается вдалеке старого города. Замок? Крепость. Крепость. Да. Хотя выглядит как замок отсюда по крайней мере. а тут башню уже помстит. Часом не с церкви. Ага. Что за публики? Сегодня второй день нашего пребывания на Родосе. Сейчас довольно-таки рано, полдевятого. Но мы нужно было пораньше встать ради высокой цели. у нас сегодня намечена поездка на корабле по восточному побережью острова в город Линдос конечного точки назначения. Там находится второй по значимости в Греции Акрополь. Есть на что посмотреть. ожидается чувствуется хороший день приятный солнечный на небе практически не облачко только дымка. У нас будет несколько остановок для купания на этом корабле. в общем мы должны отлично провести время. Отплытие у нас через полчаса пока мы сидим потихонечку устраиваемся наслаждаемся приятным теплым утром. Как настроение? Спать чуть-чуть. Спать сегодня кстати удивительно Катя помимо того что хотела спать она хотела еще и с утра есть. Чуть-чуть да чуть-чуть что бывает крайне редко это я даже думал где бы такое записать. В календаре красным карандашом это что у нас 10 получается августа 15 года Катя захотела пойти. Хорошо отметим будет ежегодный праздник еды Катя по утрам тут куда надо будет посмотреть обязательно все заценить тут такая голубая вода кстати это прям потрясающе и прозрачная по-английски . Продолжение следует... 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 На камнях можно яйца жарить, яичницу делать, а вот. Сюда крепость, к сожалению, вход тоже платный, стоил нам на каждого по 12 евро, но даже, судя по виду, который у меня за спиной, он, наверное, стоит на это посмотреть. Вот Катюшка ко мне пришла, наш милевой месяц, красивая миссия. Да, не без нервов, но всё же. Да, куда же без нервов-то? Ну, не наших, точнее, наших, но не из-за нас. Ну, не из-за нас, да, ни друг к другу, ни в коей мере. Вот, сейчас пойдём вот туда. А где вы поткались с сердечком? Там? Наверх покинаешься, на самом верху. Пойдём на самый верх. Там, где колонны стоят. Пошли наверх, там такой страх. Там страх. Идём смотреть. Смотри, чьи-то ноги. Это, эти статуи стояли. Действительно. Стоит статуя в лучах заката. Сейчас надо будет подниматься по ступенькам. Жути. Поднялись на самый верх. Вот тут, действительно, и колонны стоят. Какие-то храмы, видимо, когда-то были. Море. Бескрайнее море. Опять-таки камни, от которых ещё больше жары. А вот там получился такой заливчик в виде сердечка. Интересно. Место, конечно, красивое, ничего не скажешь. Но тут ещё и высоко. Не знаю, зачем реки строили на такой высоте. Но вид действительно достойный получился. Может быть, ближе к богам. Меня зовут на фотку. Ага. Красота. Просто красота. Не хуже майами. Не хуже майами. Посмотри, какой он странный. Он как щупальца осьминога. Посмотри, он завивается? Да, интересный. Надо сделать будет фото. Плывём обратно на Родос. Город Родос. В общем, уставшие. Изрядно обгоревшие. Я это прям ощущаю по рукам, спине, шеям. Лобов. Ну, довольные. День прошёл не зря. Когда тогда, правда, плывали, ветерок обдувал намного свежее и было легче, а сейчас обгоревшими ветра как раз нету и солнце печёт сильнее и это тяжелее переносится. Ну ничего, мы справимся. Привет. Это я. Я весь красный. Руки, ноги, шея. Не знаю. Может быть так даже лучше раз видно будет. Всё болит, всё ноет, но не, нормально это. Это нормально. Я, по крайней мере, чувствую отдых, я отдыхаю, у меня всё болит. Сейчас вечер. Восемь часов, восемь, девять, девять, девять часов всё. Привет, Катя. Привет, Витя. Но нам надо покушать всё-таки, поэтому мы сейчас будем по нему прогуляемся. Угу. Но, солнышко нас сегодня дарило неплохо. По крайней мере для тебя. Но по сравнению с тобой я довольно таки дарелый человек. Да, определённо. Мы пошли кушать и вечер продолжается и день тем более. Угу. Сегодня день после нашей повестки на кораблике. Мы все обгоревшие. И, по большей части, мы сегодня даже валяемся в номере, под кондиционером, намазанные разными кремами, пытаемся прийти к чувству. Но так как уже далеко после обеденное время начато пойти подкрепиться после завтрака, на котором мы всё-таки нашли силу встать. Но сегодня практически никуда не собираемся. Будем отдыхать. Просто отдыхать. Завтра какую-нибудь программу себе уже устроим. А сегодня будем отдыхать просто. Мы вновь в старом городе Родоса. Здесь очень много всяких торговых лавочек и ресторанов. Все буквально пытаются зубами вырывать клиента в себе. Просто внимательно остановись, посмотри. И, возможно, ты позже зайдёшь сюда. А понимаешь, что это их доход. Но тут такая агрессивный маркетинг у них прям-таки. Тут какая-то рядом стоит честь старая. И нарезка там. Много всего такого действительно. Видно. Ветерина фотографии делает. Как помидоры. Один единственный. Папа так и красивый. Мы думаем, что, может быть, сегодня посмотрим какие-нибудь сувениры. Может быть, какой-нибудь ресторанчик завернём. Потому что действительно хочется попробовать побольше греческой именно кухни. Сегодня весь день пережидали в отеле. Потому что понимаем, что в такую жару уже просто действительно нереально ходить. Лечили себя различными мазями. Свои сжоги от палящего солнца. А я думаю, видно, что я такой весь загорелый. Ну, я живой. И это радует. Я более-двое в хорошем настроении. Гуляем. Итак, новый день нашего отдыха. Мы попрежнему на острове Родос. В городе Родос. Идём вдоль побережья. Сегодня Катерина нам устраивает походную экскурсию на раскопки. каких-то тоже древних строений. Стадиона. Амфитеатра. В общем, много интересного должно быть. Обещает сегодняшний день и сегодняшняя прогулка. Наш путь мы решили немножко удлинить. Пойти не через сам город, а вдоль моря. Но зато он получается более живописный и красивый. Покажите ещё время до полудня. Довольно-таки приемлемые температуры. Но, думаю, нас ещё припечёт. А вид-то красивый. Очень красивый. Наше движение вдоль моря резко сменилось с подъёмом в горку. На улице уже дикая жара. Я как в сауне. Но красота требует жертв. Чтобы подняться в красивое место, нужно преодолеть эти горки. Мы поднимаемся выше и выше туда. Под нами уже там море, где-то там. Брестский берег на фоне. Ух! Пошли красивые дома. И серия отелей. Уже больших таких шикарных. И пальмы. Там макси пальмы где-то. Ладно. Постараемся дожить до конца. И я покажу красивые места ещё. Ну, здорово. Под с меня ручьём. Говорят, от очков я стал какой-то очковый. Мы остановились в каком-то... У какой-то кафешки. Роман пошёл снять шорты. Переодеть. Потому что... Уже ему, видимо, стало невыносимо. Жарко. Очень. С большой буквы ОООО. Тут везде кошки бегают. Катя пошла как раз некоторых погладить. У меня тут надо посмотреть. Смотри, какой серый. Серенький. Красотули, какие правда. Котятки там. Не знаю, видно, не видно. Вот там. Киски сидят. Бабочки. Ну, нам надо дальше двигать. Акрополь ждёт. Домики стали, походу, тут такими элитными. На верхушке уже тут туя здесь растёт. Те, что победнее снизу, побогаче сверху. Типа как пантеон богов, да? Да. Вот там, вдалеке. Не знаю, на камере, наверное, сейчас вида не будет. Но, в общем, прошу поверить мне, Насово. Там турецкий берег. Вон там. Такие горы возвышаются здоровые. Вот так. Так и да. Мы достигли нашей точки назначения. Поднялись в эту сумасшедшую, воистинную гору. И теперь мы уже подошли к Акрополю самого Родоса. Он находится у меня сейчас за спиной. Правда, мы попали на момент, когда он находится на реконструкции. Вот стоят строительные леса. Но тут какие-то в округе ещё имеются раскопки. И сейчас я, пожалуй, как раз таки буду их снимать, чтобы показать более детально. Вот такая штука. Правда, в лесах строительных. Но, тем не менее, мы можем видеть, насколько величественный был храм. И даже, на самом деле, сложно представить, как такую махину в древние времена Греки возводили храм своим посетителям. Тут до сих пор ведутся, я так понимаю, раскопки. Сейчас здесь имеются вот подобные надписи, даже на русском. Величественно. Сюда у нас открывается какой-то театр и народов с частности. Величество. Ну, расскажите, как вам этот переход дался? Жаль-ка. Плечи болят. Величество. Хорошая прогулка. Намотали километров 15. Сейчас только уже назад. Не, назад мы пойдём через город уже напрямик вот туда. Стадион. Назад километров 15. Стадион. Вот это внизу, да. Там фон стрекозали. Тут точно проводились олимпийские. А я думал, они в Афинах. Честно, чёрт. Тут только прыжки в длину можно. Чего? Туда продолжать. Любили спорт греки. Сейчас все утомлённые, уселись на перекур. Утомлённые солнцем. Вдыхаем, да, утомлённые солнцем. Всюду верещат эти жуткие, огромные цикады, которых я боюсь. Они реально огромные. Вот. Пока сюда поднимались, по-моему, одна из них сидела у меня на спине. И как зато верещала, я аж... Вот потушил. Я как с криком рванул оттуда. Она с тобой хотела познакомиться. Я их боюсь. Они страшные, серьёзно. Огромнейшие. Гигантские мухи с мою руку. С крыльями. С крыльями. Ещё и верещат. Типа саранчиком похоже. Да, саранча в два раза меньше. И вот так. Есть саранча, в котором... Каких-то только гадов нету. Летающих, ползучих, стрекотучих и так далее. Вот мы спустились вниз. Театр. Я не знаю, или трибуна. Вот тут, возможно, сзади меня вот такая здесь постамент. Возможно, вот тут был оратор как раз. Все слушатели были, слушали. А вот здесь, с другой стороны, здесь действительно бывший стадион. Где можно было бегать, не знаю, может копья кидать, шары. Ядра, точнее, толкать. В общем, да, довольно-таки величественно все это ощущение. Приобщаться к этой старине, к этой культуре Древней Греции очень интересно. В общем, если вы хотите найти отдых, где есть море, но при этом не только валяться на пляж, а посмотреть на что это действительно историческое и потрясающее, я рекомендую Родос. Это здорово. День продолжается, и мы на пляж. Сегодня на пляже Родоса нашли место, где поменьше холод. Покупались, поныряли. Рома сегодня купил, не сегодня уже, но не менее, сегодня мы им воспользовались очки подводные. Смотрели там на дне, рыбки плавают. Это очень здорово. Жалко, нет камеры, с которой можно покупаться, показать, как красиво там под водой. Вода прозрачная, голубая, чистейшая. Ммм, потрясающе. Единственное, что плохо, что пляжи здесь в основе свои состоят из вот такой гальки. Такого самого, самой воды, вот как раз песочек, а здесь остальное все галька, и даже идти по ней это проблема, потому что она нагревается до нереальных температур. И шагаешь, как по сковороде. А еще Катя в меня ими кидается, а я в нее тоже вот маленькими такими пиалечками, меньше этой. Но мы так, мы любя. Вот так вот мы проводим отпуск наш. После пляжа мы зашли в ресторанчик Зум Зум, который знает Катя по прошлым путешествиям. Тут подает исконно греческую кухню. Сейчас мы ее будем пробовать. Тут приезжают паровозики. Экскурсионные звания. Сейчас мы сидим в ожидании. Я жуткий вождь краснокожих. Катя у нас... Она не загорела. Она не загорела. Она не загорела. Она жуткая вождица белых. Это арома с юрой. Я самый краснокожий. Я вождь. Нет, вождь вождь сидит. А у нас родные племена. Он вождь одного, он вождь другого. Да, да, да. Вот нам несут уже напитки. Вечер продолжается. Надеюсь, покальчик мой. Меня заставляют рассказывать о своих впечатлениях. О прошлогоднем я была в этом прекрасном, замечательном ресторане Зумзум. Где я впервые попробовала тарелку с греческими блюдами. Я была в таком восторге, что... Вуаля! Через год я опять здесь. И я опять заказала эту же тарелку с греческим блюдом. Пять. Пять греческих разных блюд. А что же ты мне сказала? Вот. Я Роме объясняла или кому? Тебе объясняла. Я объясняла, когда мы тут... Пять греческих блюд за одну цену. Да, но они разные. А чем в них ходят-то? Ну, потом увидишь. Разные, увидишь. Вот. А кто-то хочет морское блюдо попробовать? Обязательно попробуй. А я уже здесь буду пробовать сейчас. Я заказала. Это разве на школу? Морское. А, ну там нет устриц. Там нет устриц, правда, но это морские блюда. А я, находясь на острове в Средиземном море, не пробовать морские блюда. Я... Нет, я не могу. Это... Это непростительная. Правда, какие мне глаза на. А Рома попробует... Курочку! Меч от рыбы. Нет, он курицу заказал. Он курицу заказал в итоге. А-а-а. А ты что заказал? Я пасту, по-моему, заказал. Макароны, в общем. В общем, макароны. Русские. Он везде русский. И... Что, есть у меня, да? Вот. Поэтому... Сидим, наслаждаемся. Ветер нас немножко обдувает. Нагулялись, наплавались. Ветер смотрит. Вот. Мы загорались. Мы загорались. Правда, и я не загораю. У меня, ну, не пробивает моя кожа. А кто загорел? Он пристает. Не пристает ко мне солнце. А вот сидит... О, он забрал все солнце. Он забирает. И вон, 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 вон еще. И этот тоже забирает. Я не забрал, я сгорел. Они все забирают солнце. Мне нифига не остается, ребята. Придется одной идти и загорать. Да. Нужно этих мужиков куда-то сплавить, чтобы само позагорать. Сейчас мы с чертиками танцевать будем. Мне купили сегодня классную кефу. Ночью темно. Я просто в восторге от нее. Поэтому... Ладно, будем ждать нашу... Нашу замечательную... Наших чертиков. Я думаю... Трапезу. Трапезу. Вот. И поднимемся чуть позже нашими впечатлениями. Вот это наш греческий ужин. У всех своеобразные. Ну, у кого-то не совсем греческий, у кого-то... У меня морские тут мидии. Тут что-то еще должно быть. У Катюши у нас... Несколько. Это мусака. Стефадо. Долматы. Сауэйци. Вот макароны с этим. Короче, много чего покупал. А у Ромы курочка, да? Курочка, да. Курочка. А у Юлия... У меня русские макароны. У макарошки... Это паста, да. Паста, это паста, да. С каким-то... Тоже... Мяском. И... Знакомая с детства. Ну, всем приятного аппетита. И тебе. Мы приступаем к нашей трампице. Ну, ты меня вспоминали. Ну, привет. У нас предпоследний день нашей поездки. Вчерашний день буквально видео его вообще не было. Он выпал практически. Мы немножко полежали на пляже. Позагорали. Ну, и потом некоторые из нас умирали вечерами. Хе-хе-хе-хе. Вот. Загоревшие я весь облажу. Да, вот. Прям на носу. Сегодня... Сегодня мы только вдвоём. Пошли гулять по Родосу. Сейчас зашли в старый город. Будем ходить бродить. Смотреть... На всё... На окружающее нас. И наслаждаться обществом друг друга. Правда, кое-кто заболел. Да. Есть такое... Кашля и чихает. Ну, я думаю, мы с этим справимся. Да. Мы находимся сейчас вот... На руинах старого года. Да. На руинах. Тут стена. В стене вот есть окно. Там пляж. Мы, кстати говоря, в первый раз здесь купались. Вот там. Тут довольно песчаный пляжик. Но не очень оборудованный. Мы пошли гулять. Пойдём подниматься наверх. Пойдём, да. Вот тут на стену подниматься. Там вот такие стены. Одна из стен проходит здесь. Мы идём туда. Итак, где мы? Где мы? Где мы? Где мы? Мы находимся между стен старого города. Они нас окружают. Кстати, вон ядро ещё одно. Видишь, смотри. Ага. В стене. Вот. Мимо прошли только что сцену. Там, видимо, проходят какие-то знатные вечера. Вот ещё одна стена. Вокруг стены пальмы. Вот. Красота неотисуемая. Ходим с Витей, смотрим вдвоём. Витя, расскажи, что ты думаешь об этом. Я думаю, что действительно видно, что эти сооружения строились, видимо, в 3 века рыцарями какого-то ордена. И эти сооружения носили исключительно защитный характер для города. Имеется стена внешняя по всему периметру, который окружал город, и внутренняя, соответственно, с уже строениями, казематами, за которыми находится основной город. И в этом промежутке мы гуляем на самом деле очень высокие сражения. Так, на Витей метров как в 14 в высоту, если не 16. Это самое минимальное. Пойдём со мной, Витя. О! А тут что-то у нас даже каземат какой-то не как-то. Смотри, а там растёт растение. Смотри, внутри. И правда. С ума сойти. Что-то тут пробивает. Ой, а там куда-то ещё проход идёт. Что-то мне как-то страшновато, Витюш. Ой, мы вышли как раз там в город. Ага. Это свет в конце тоннеля, ребята. Там выход в старый город как раз-таки. Пойдём туда? Или дальше? Не, пойдём дальше. Идём дальше дальше. Да. Красота. Интересно очень. Продувать так нехило. Хорошо? Да, судничок хороший. Ну что, пойдём? Идём дальше, гуляем. Ой, птичка. Мы пролезли через одну ограду и забрались на самую стену. Тут очень высоко и очень много травы поросшей, но мы кое-как прошли их и сейчас мы стоим на стене. Так вообще делать нельзя, но мы решили рискнуть. Угу. Вид, конечно, очень интересный тут получается отсюда. Насколько широкая вот эта... Сама стена. Сама стена, которая защищает сам замок. Угу. Или вон она внешняя, это внутренняя. Так это вот внешняя, да, идёт. Их несколько раз? Да, да. Только потом... Третья городская. Угу. Ну что, пойдём туда потом? Я не знаю, куда мы выйдем. Да? Продолжаем путь будет спускаться очень аккуратно. Чтобы не ошибиться. Можно посидеть и насладиться тем, что мы сделали. Прежде чем начать наш спуск. Ага. Это будет тяжело. Мы отдыхаем, подождите. Ступеньки, вообще, они практически сточенные. Итак, мы забрались на стену. Вот. Вот эти вот здесь, у края, наиболее лучшие ступеньки. Вот. Мы пытаемся выбраться отсюда. Повела я своего мужа не туда. Вот. Теперь будем страдать оба. Пытаясь вылезти из этого кошмара. О, смотри, люди ходят. Это не знаю. Да. Там можно ходить, не то что мы. Да. А тут, смотри, тут нож. Нож? А, положи на место. Печатки мы оставляли. Аккуратно, Витюша. Ага. Аккуратно, Витюша. Аккуратно. 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 Молодец. 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 Все. Дальше выключай, я помогать буду одному очень неудобно. Поэтому, извините. На этом видео пока прекращаем. Итак, Виктор. Ты решил попробовать? Да. У меня рыбки есть. Рыбки тебя кушают. Надо было твое лицо туда опустить, чтобы лицо не поели старую кожу. Аккуратно. Я теперь стал играть. Да. Как ощущения? Необычно. Щекодно? Приятно, я бы сказал. Я не смогла высидеть. А мне нравится. Да, я на вашу. Ага. А, мы сегодня собираемся на английском. Я сначала просто не услышала на каком языке. Понятно. Подумала на польском. Понятно. Хорошо? Да. Витя? Да. Не, опустись чуть пониже. На. Да. Ммм. Довольный? Да. Ну, вот. Какой-то. Попозже, да попозже, да попозже. Я говорю, что позже? Надо жить здесь и сейчас. Что сделать? Да ну нафиг. Какое ощущение терять? Попозже, попозже. Ну, ты можешь мне приедать. Да. Будешь свеженький. Вот там купается Катя с Ромой. Мы не решились с Юрой идти. Да, мы не в форме. Мы так пусть не посмотрим, но волны очень сильные под вечер. Я вообще не рекомендовал этим двоим, но подержать мы не смогли. Спасибо. Может быть и так. Последний день пошел нашего путешествия. Идем на пляж. У нас водится немножко солнцем. Только главное не поджариться морем. Ну и, наверное, будет сегодня еще в какой-нибудь ресторанчик зайти. Попробовать какую-нибудь интересную штуку. Прощальный день с Родосом. Ну вот мы искупались. Искупались. Там у нас в тени исчезает Турция. Вот наш папа с Ромой. Папа с Ромой балуются. Вышка, на которую они бегали прыгать. Эх. Водичка, конечно, не прохватнее, чем обычно. Но сегодня очень приятно. Сегодня рано. Рано. И сегодня мы купаемся именно не в Игейском, а приедем на море. Игейское у нас с той стороны, с той стороны берега. Да. В общем, сегодня надо немножко... Что делать? По крайней мере, Вите. Открываться от палящего солнца. Потому что завтра уезжаем. Не хочу умирающим уезжать. Сейчас я пойду искать скорый деньок. Катя у нас... К ней загада практически не пристает. Так что ей можно. Про Рому с папой я бы тоже не рекомендовал, на самом деле. Они там такие... Не, ну пап, ты насрать. Папа уже загорел ему. Ты что? Что за выражение? Пардон. Пардон за мой французский. Вот. Вот. Рома, естественно, может загореть. А папа вон коричневый на его фоне уже. Ну да. Ну да. А мне еще загорать и загорать до вас. В общем, Ловим последние солнечные деньки Родоса. Это точно. Медовый месяц. Медовая неделя. Месяц продолжится в Филене. А. Ну это не такой медовый. С дождями. А вообще устаешь от такой постоянно жаркой погоды. Хочется на дождике, правда. Серости и туманности. Хотя это супер. Серости и туманности. Ну что, идешь искать тенек? Ага. Ну все, давай. Давай. Привет. Итак, Виктор, ты все-таки добрался до Устриц? Мы отбегали полострова. Но мы еще и до них еще не добрались. Но нам обещали представить. К нам подошел хозяин ресторана. Принес нам два бокала вина. Сказал, что это семейный бизнес. Виктор. Спасибо. 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 Ага. Спасибо. Спасибо. Ага. 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 Сказал, что все гости это его такая же семья. Как все работающие в его ресторане. Он обещал нам, вот я захотел сделать утрец, он предложил мне несколько видов утрец сделать Те же блюда греческие, я немножко забыл их название, кроме мусаки Что-то еще мы взяли какую-то говядину интересную с серомфетой и еще с чем-то, в общем, специями там, да Он тоже предложил сделать так, чтобы мы оба попробовали все рассортировать, в общем А самое главное, цены тут просто шикарные Действительно, цены очень демократические 12-15 евро, да, по сравнению с другими ресторанами, где за это пройдет за 20 евро, это... При том, что мы находимся в самом центре ресторана Пока что впечатления все только потрясающие Отлично, будем ждать наш... выпивать наш апперитик Вот Витя наконец-то добрался до своей мечты Мы весь отпуск думали, как бы, где бы нам достать, поэтому у меня тоже очень приятные впечатления Нас встретили сам хозяин и... Рассмотрим, что из этого будет? Да, определенно Витя заказал устриц, наконец-то Тут даже что-то шевелится Тут даже что-то шевелится, боже мой Витя, как ты это будешь есть? Оооо... Маленькие Странный вкус Вкус странный Я попробую другую Маленькими кусочками Думаешь? Да Эти вкуснее Чем эти по моему На мой вкус это вообще все Не очень На твой вид На фурмай кардаш Снимешь потом в видео Итак Витя возится с устрицами Или мидиями Это что-то мелкое Самые вкусные большие устрицы То что вот это Я не совсем знаю что это На вкус, если его чистяком есть Им напоминают бинты Медицинские Ну, когда польешь их лаймом В принципе вкус перебивается Становится довольно-таки ничегошный В принципе да Я душу отвел свою Кстати вот на этих мелких Этим лаймом льешь Они и шевелятся Это живая еда С ума сойти Ну все, ты больше не будешь это Ну может еще вот эту все-таки попробую Больше лайма Лайма, лайма, лайма Ну давай Расскажи нам, поведай нам Что ты об этом думаешь Это интересно Это необычно Такого у нас нету Свежевыловленные Морепродукты Которые прям Пахнет морем Ощущается даже живая улитка была Морская По крайней мере я уверен, что это свежая И она даже швелит С другой стороны Каждый день я, пожалуй, это есть не стал Раз в пятилетку не чаще, пожалуй Как-то так Хорошо Да Я тоже думаю И экономичный Вот нам пришли наши уже такие Блюда уже полноценные Мусака Это овощи И мясо По-гречески Под названием Вот оно Клефтика 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 Бараниная С перцем И Брынзой Ну да Серомфета В общем Запах потрясающий На вид тоже Выглядит очень неплохо Будем пробовать Устриц я уже попробовал Достойно достойно, но пока больше не хочу приятного нам аппетита ну вот наверное потихонечку будем подводить итог нашей поездки народа мы наелись, напились, рассмотрелись накупались, загорались, обзагорались я бы даже сказал получили массу впечатлений, солнца соленой воды, но вкусов это он про устрицы говорит не только, всякие, мусака и пораненые, томленые в горшочках это было здорово, интересно вкусные вина о да, это верно интересные закаты, восходы, к сожалению, мы спали не могли видеть но, тем не менее, все было очень здорово сегодня у нас заключительный вечер сегодня мы еще, думаю, может быть пойдем на море посмотреть на закат насладиться обществом друг другом а уже завтра у нас в улице летим обратно в Хельсинки дожди, дождливую погоду да, обещаю дожди сумрачно, туманно и мокро ну, я немножко даже соскучился да, это верно, я тоже соскучилась потому что все время солнце это было и да, и ты думаешь, как изнуряете мне нравится погруждить под дождем ничего не делать, везде в воздухе, в воздухе, в воздухе, в воздухе спокойно отдыхать ну, в воздухе, в воздухе очень красиво вот так что такой был наш отпуск деньги сколько подведем и денежный итог я думаю, мы хорошо справились ведь я, конечно, хотела справиться всего лишь на 150 евро вот я ему сказала нет, дорогой возьмем чуть побольше мы взяли 400 вот и сегодня последний день и есть немножко денег вот последний ресторан мы ходили мама София мама София очень вкусно недорого принимают душевно вот все в одном ну, скажем тоже не самый дешевый ресторан но мы взяли три блюда и действительно тот уровень на котором нас обслуживали достоин да, выше всяких похвал у нас да и аперитив в начале и мороженка в конце да беспесплатно нам хозяин приносил устраивал да было здорово в самом центре находится мама София советует всем да прекрасное заведение рекомендую тоже были конечно и конфузы на лимбасе с осликами были неприятные греки может быть я не знаю он с другого острова там не принято хоть вешать с близко ну ну всякое бывает да уж слишком ладушки потопали мы отель немножко передохнем не надо собирать вещи но было круто да еще есть немножко осталось да да ну вот теперь полностью завершилась наша поездка мы уже сидим в самолете который полетит в Хельсинки нет 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 вот у нас бывает вроде бы и радостно вроде бы и грустно что улетаем ну да абсолютно верно но дома хорошо если хорошо а дома лучше да видите от меня простые не факт 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 я сцеловаться все время да да я такой такой вот любое путешествие много классных фото ощущений моментов воспоминаний ну да да все супер все супер пацаны там где там сидят на той стороне мы немножко опять спели ну не в первом классе ну не в первом классе ну и тут не хуже потому что он самый опасный фейн 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 чтоб наверняка ну да вот как бы так да мы довольны и счастливы летим отдохнувшие домой к проблемам работам заботам документам да забот сейчас будет много но мы справимся сто процентов справимся ну все пока пока до сих пор до сих пор до сих пор